Доброе утро! Как вам представляется, выдержит ли вообще латвийская экономика вот эту вот вторую волну пандемии, которая, как мы уже видим, намного тяжелее, чем первая, и ограничения тоже более жесткие, и, судя по всему, этот процесс затянется и на январь, и на февраль, и вполне возможно до лета? Ну, если смотреть чисто на статистику, то статистика фактически показывает, что в ноябре ситуация не настолько уже плохая, по всем данным. И если посмотреть в мире, несмотря на пандемию, все-таки те меры, которые предпринимает государство для стимуляции экономики, работают. Фактически все индексы, долгосрочные индексы показывают, что уровень производства во всем мире все-таки увеличивается. Китай тоже работает на полную мощность фактически сейчас уже. А в Латвии ситуация, если так брать, месяц, ну, период к периоду, сейчас у нас, кстати, к второй четверти, к третьей четверти фактически есть прирост. И, например, в третьей четверти мы экспортируем больше всего продукции вообще во всем время, сколько было государства Латвии по объему. 1,3 миллиарда евро экспорт. Так что, если реально смотреть, в целом экономика работает, средняя зарплата, кстати, тоже увеличивается. У нас вырос средняя зарплата в этот момент уже 5,6%. Так что, реально, ситуация такая, что экономика, в принципе, работает, и во всем мире она, как бы, начинает, как бы сказать, увеличиваться. Но прогноз по пандемии, кстати, неутешительный. Не, неутешительный, правильно, да. Неутешительный, потому что получается так, что, в принципе, самое большое трудное время намечается на январь-февраль. Так что, по поводу пандемии, все может немножко ухудшиться, ну, ухудшиться в январе-феврале. И такой прогноз тоже, скажем, есть как раз насчет того, что люди предполагают, что все-таки не будут, скажем, соблюдаться, скажем так. Эти ограничения, да, которые... И это будет плюс еще, вирус сам по себе намечает, что он более агрессивен как раз в темное время зимой, чем летом. Вот потому, скажем, в Европе как раз намечается то, что ситуация может ухудшиться до, ну, скажем, январь-февраль. Но, скажем так, государство только к этому тоже готовится. И все эти механизмы, когда деньги фактически даются, экономики, все-таки работают. Вот если мы сравниваем, ну, сейчас многие экономисты пытаются проводить параллели между первой и второй волной с точки зрения того, как государство, ну, пыталось стимулировать экономику и пыталось помочь вот тем отраслям, которые пострадали от пандемии. Вот если сравнивать те меры, которые были приняты весной и сейчас, я понимаю, что еще правительство в процессе шлифовки тех или иных мер, наверное, какие-то наверняка еще изменения будут. Вот как вам кажется, сейчас вот эти решения, которые были приняты правительством, они более, не знаю, взвешенные? Ну, к примеру, мы знаем, что сейчас не будет такого разделения по отраслям. Вот все, у кого падение оборота 20% за последние там три месяца, вот могут обращаться за той или иной помощью, пособие по простую или вот субсидирование зарплат. Вот как вы бы это оценили? В принципе, это правильно, потому что если есть кризис, то независимо от нас отраслей. Фактически те предприятия, особенно те предприятия, которые долгосрочно работают, скажем, создать бизнес не так-то просто, удержать сложнее. Создать просто, удержать сложнее, я так хотел сказать. Что это означает? Что фактически надо подержать все отрасли. Это правильно. Другая проблема, что неправильно, где база, где падение этих 20%. Если смотреть базу прошлого года, мы бы получили совсем другие предприятия, у которых есть падение оборота. Я бы сказал так, что поддержать надо фактически все отрасли, вне зависимости от того, кто пострадал. Это правильное решение. Но можно было бы посмотреть на базу, в какой момент. Сейчас, если берется август, июль-август, то как база, то фактически правильно было бы брать прошлого падения, скажем, в сравнении с прошлым годом, месяцами. Потому что есть очень много компаний, у которых, например, сезональный бизнес, которых летом много, потом мало, скажем, оборота. Потому что, ну, это сделано, но это можно было бы сделать немножко получше. Вот мы знаем, что... Да, вчера был такой интересный сюжет. В «Де-факто» от Висковой телевидении, не знаю, вы его смогли посмотреть. И фактически там несколько предпринимателей сказали такую весьма логичную, здравую мысль. Ну, бизнес, как вы правильно заметили, у всех разный. Есть сезонный бизнес, есть такой определенный, специфический. И у многих предпринимателей ситуация сложилась таким вот образом, что если брать вот этот период, который нам говорят, вот сейчас будет для расчета, август, сентябрь, октябрь по сравнению с ноябрем, у них вроде бы падения на 20% нет, потому что они не квалифицируются. Но если брать вот тот период, который, условно говоря, август, сентябрь, октябрь, ноябрь прошлого года, по сравнению с этим, то понятно, что падение может быть даже больше, чем 20%. И, может быть, не стоило так уж совсем искусственно делить, потому что, ну, мы сужаем. Ведь в чем задача, насколько я понимаю, государство должна была быть не сэкономить деньги во время вот такой пандемии и кризиса, а как раз пытаться стимулировать экономику, чтобы бизнес оставался на плаву. Ну, это то, что я старался сказать, да, я согласен полностью, потому что, действительно, там цель-то другая, как вы правильно заметили, цель-то совсем другая. Цель у нас, во-первых, сохранить экономику, но это не одна, не только сохранить предприятие, это не только цель. Фактически, инвестируя, давая помощь этим компаниям, фактически, что мы делаем? Мы увеличим спрос. И спрос увеличивает как раз и экономику саму по себе. Ну, например, если дать вот этим предприятиям, сразу же идет налоги, все остальное, мы фактически получаем обратно эти же деньги в бюджет. Конечно. Это, скажем так, классическая теория экономики говорит, что в ситуации кризиса надо фактически стимулировать экономику, там, других особо решений-то никто не придумал. Это, может быть, вопрос, конечно, я не знаю, насколько к экономистам, но в том числе к экономистам сейчас понятно, что идет все время дискуссии о тех или иных ограничениях, и вот многие недоумевают, что если человек уже пришел в магазин, да, ну, пришел все-таки в магазин, у нас все-таки магазины продуктовые, по крайней мере, открыты, выходные в том числе, и он хочет наряду, там, не знаю, с продуктами купить какие-то сопутствующие вещи. Ладно, я не буду говорить про алкоголь или, там, сигареты, но все что угодно. Какие-то другие вещи, которые сейчас запрещено вот с этих выходных продавать, но, может быть, надо все-таки стимулировать потребление. Если уже человек пришел в маске в магазин, ну, дать ему возможность потратить эти деньги и пустить их в оборот. Вот, ну, есть, опять, что приоритет? Я бы сказал немножко по-другому. Если приоритет все-таки, экономика, это одно, но примеры во всем мире показали тоже, что если есть пандемия в очень сильном, скажем так, как бы, сильно действует, действует, и это очень сильно растет, то экономика тоже страдает независимо от того, потребляет или не потребляет. Потому что с магазинами фактически две цели. Первая цель, скажем, уменьшить плотность, плотность населения в закрытых помещениях. Это самая большая цель, потому что специфика этого вируса там, что он фактически распространяется в закрытых помещениях. Но, потому что что можно сделать? Можно, скажем, уменьшить желание, скажем, идти в эти закрытые помещения, как раз, ну, скажем, магазины, и вот уменьшить, скажем, потребность быть в этих магазинах, можно так, что уменьшается, скажем, возможно, покупать вещи, которые надо. Это одно, один вариант. Второй вариант. Плотность населения нужно снизить тем, что мы, скажем, не пускаем столько же народа в магазин, сколько обычно население. Скажем так, короче, правительство что сделало? Она сказала, мы снижим желание пойти в магазин, потому что там нечего покупать. Скажем, одно, будет меньше народу стараться пойти в магазин. И второе, мы сократили время, когда покупать. Наше предложение, которое по нашим исследованиям было немножко другое. Мы сказали, скажем так, нужно, не надо закрывать магазины в субботу, в воскресенье, надо, надо, скажем, чтобы люди как бы рассеялись по всем, по дням и по всем магазинам. Конечно, да. И плотность населения снизить так. Но, есть одно но. Но не надо, попускать в магазинах можно только 20% от максимального количества человек, которые в этом магазине рассчитаны. Потому что, скажем так, по условиям, нормально это 15 квадратных метров на конкретный магазин, на одного человека. И таким образом, самое основное, не пускать людей в магазин и контролировать, чтобы это количество не было привычным. Ну, например, ну, это как бы сказать, например, в нормальном, в таком, например, не знаю, заправочной станции можно зайти в этот магазин не больше двух человек, примерно. А если там большое оно, то три человека. И это надо контролировать. И если это не контролировать, то будет нормально то, что мы и хотели, цель достичь. Нету плотности населения в магазине. Вот я хотел задать вопрос, наверное, больше как профессору и преподавателю университета. Вот этот кризис и вот эти такие специфические элементы помощи, в том числе те или иные бюджетные решения, о бюджете мы чуть-чуть попозже поговорим, заставят ли пересмотреть вообще, может быть, какую-то экономическую теорию? Я к чему веду. Но вот нам все время говорили, по крайней мере, в Латвии это было очень выражено, что есть у нас, не знаю, мастерские критерии, что мы не должны наращивать бюджетный дефицит. Вот все вот эти показатели у нас должны быть, не знаю, до 3%. И когда у нас уже один там кома с чем-то было процентом ВВП, дефицит, говорили, ой-ой-ой, но это все, это предел. Теперь 3,9 в бюджете за последние 10 лет, я не помню такого дефицита. И вот, например, Роберт Зилла, тоже экономист, депутат Европарламента, говорил о том, что посмотрите, что делают другие страны Европейского Союза, страдающие от пандемии, там 5, 6 и 7% ВВП, и уже никто не кричит об инфляции, о гиперинфляции и так далее, так далее. Как вы видите, вот, не знаю, развитие даже, может быть, экономической науки, а может быть, действительно нам стоит вот так вот железно больше не держаться за этот дефицит и говорить, не-не-не-не, ни в коем случае в долг жить нельзя? Скажем так, эта теория не новая. Это Кейнс придумал в 30-е годы. Да. И он сказал, ну, скажем, этот бюджетный мультипликатор, фискальный мультипликатор работает. Что он сказал, что в кризис надо в экономику как раз деньги давать, и это работает. Если мы смотреть в историю, то все кризисы, например, война, бюджеты и дефициты были огромные. По-моему, в Англии 250% дефицита было. Так что, но, в чем проблема дефицита бюджета в долгосрочное время? Скажем, проблема в том, что очень много денег уходит на его обслуживание, этого дефицита. Потому он там, баланс все-таки, все-таки как бы сохранится. Потому что иначе мы придем к очень, скажем, такой сильной инфляции. Хотя, что никто еще не знает, интересно, что инфляции все-таки нет сейчас. Да, я вот поэтому и говорю, да. Да, что фактически все ожидают, что будет огромная инфляция, но инфляции нет. Но что сейчас, в принципе, увеличивает накопление населения в кредитных учреждениях. Причем, и не тратим. Что будет, когда люди, которые вот сейчас начнут тратить эти деньги, мы еще не знаем. Но пока инфляции нет. Не будет тратить, да. Кафе даже не зайти, да. Сейчас инфляции, в принципе, нету, но нету и возможности потратить. Потому что мы еще не знаем, как эта ситуация разыграется. И мы вот насчет новой теории сможем сказать, скажем, примерно через год-полтора. Но пока, в связи с тем, что неизвестно, что будет с инфляцией, мы еще не можем сказать насчет новой теории. И что непрерывное печатание денег может продолжаться вечно. Пока она продолжается насчет того, что это не делается во всем мире. А экономика глобальная, а во всем мире это не делается. Вот когда весь мир это сделает, то и посмотрим, что будет. Да, вот Министерство экономики даже предупреждает о какой-то глубокой рецессии, если вот такая ситуация с пандемией будет продолжаться. Можно ли говорить, что все-таки сейчас какой-то экономический кризис в таком традиционном понимании? Или как пандемия для нас была, такая вот неожиданность. И вообще никто, естественно, ничего такого не представлял. Так и кризис у нас определенный такой, очень специфический. Он действительно специфический, потому что обычно кризисы начинаются, например, с банковского сектора. Акционного рынка, да. Да, да. Или что-то, скажем, там с кредитными, слишком много потратили. Это такого сейчас не было. Как раз у нас были большие долги, но экономия более-менее была в нормальной ситуации. И он начался по другим причинам. Потому и ситуация сейчас, в принципе, развивается по-другому. А государство, то, что государство делает, они, давая деньги, они как бы поддерживают экономику. И потом правильно там давать фактически в таких трех направлениях населению, чтобы население было деньги, чтобы прожить. И, как мы знаем по нашей статистике, примерно треть населения не может прожить без ежемесячных доходов. Нет накоплений. Второе, давать деньги маленьким компаниям, которые, в принципе, очень много в Латвии. И большим компаниям. И каждому этому сектору нужна специфическая помощь. По-другому она как бы делается. Вот если это делается как бы систематически и специфически, приспособлено для каждой из этих групп, то это, в принципе, работает. А, и четвертое, кому обязательно надо давать деньги, это системы здравоохранения. Вот такие четыре больших блока. Если его правильно, скажем, проводить, то экономика будет страдать намного меньше. Вот мы знаем, что еще в следующем году будут доступны в Латвии вот эти средства из фонда стабилизации экономики, ну, Европейского Союза, практически дополнительные средства. Там речь идет о двух, о двух с половиной миллиардов евро. Вот как вам кажется, есть понимание, ну, у того же правительства, как эти вообще деньги тратить? Я, правда, понимаю, что еще Брюссель сам до конца эти критерии не выработал. Да, ну, скажем так, по-моему, в 1,8 в Латвии. А, значит, меньше будет, да. В 1,8 в Латвии полагается. Но там самое основное, там есть некоторые критерии, которые известны. Это дигитализация и, скажем, экология, скажем. Да, все связано с окружающей средой, да. Да, да. Эти два таких критерия. Но самая там большая разница между нормальными фондами, к которым мы уже привыкли, это в том, что сначала мы должны будем, как страна, определить, как мы будем эти деньги тратить, согласовать. Второе, потратить эти деньги. И потом доказать, что мы потратили их в соответствии с планом, и тогда нам деньги будут оплачивать. Короче, мы будем тратить в долг, и только тогда счет будет оплачен. Это большая разница между тем, как были структурные фонды, например. И второе, скажем так, достигнута ли цель или не достигнута ли цель. Что это означает? Эти деньги не как, например, построить новую школу, новую дорогу. Эти деньги должны быть так вложены на экономику, чтобы потом они зарабатывали и смогли поднять экономику на новый уровень. Это идея этих конкретных денег. И, скажем так, я думаю, что такого хорошей дискуссии по этому поводу в Латвии еще не было. Как потратить деньги так, чтобы они, как бы, можно поднять экономику на другую уровень. Например, ну, вот это не дать рыбу, а научить ловить рыбу. Вот это цель этих конкретных денег. Они другие, как структурных фондов. Вот что я хочу сказать. С одной стороны, вот вы в самом начале сказали такую, ну, я бы сказал, оптимистическую такую вещь. То, что все-таки у нас растет экспо. С другой стороны, мы видим, это не в контексте даже, может быть, пандемии. Мы видим, что такие традиционные, ну, последние для Латвии отрасли, сейчас, ну, не находятся, скажем так, в фаворе. Я имею в виду и банковский сектор. Понятно, что не резидентский бизнес мы фактически закрыли, банковский. Ни транзит и логистика. Мы видим каждый вот квартал падения, очень сильное падение грузооборота по железной дороге, в портах, чего не было, наверное, даже в 90-е годы. Вот значит ли это, что на эти отрасли мы так в перспективе особенно рассчитывать не можем? Я бы сказал, да, в таком, как бы, ну, в краткосрочном... Например, транзитные отрасли у нас составляют только 2,5% от всего, всей нашей экономики. Оно было больше 10%. Да. Транзит уменьшился очень сильно. Вторая, ну, сейчас в первом месте, она уже довольно много, в первом месте у нас есть, скажем, все, что связано с лесом, лесопроизводством, ну, скажем, из древесины. Это остров в первом месте с большим отрывом. Второе – это производство пищепродуктов. Да. Связано с пищевой промышленностью, да. И третье у нас IT-индустрия вся, которая фактически, это сервисы, которые связаны с компьютерной технологией. Что очень хорошо у нас, например. Сейчас это уже на третьем уровне вот это все, скажем, этот сервис. Потом на четвертом... Мастертика, наверное, я думаю, да? И химпромышленность. Да. Потом у нас обычно, почти одинаково, у нас производство техники, ну, это как называется, Екатус. Да. Оборудование такие, да. Да, электроники и химическое производство. Так что, скажем так, вообще-то отрасли у нас, например, химическое, IT, производство даже разных механизмов довольно хорошо развиты. Так что в этом смысле наша экономика довольно хорошо соответствует тому, что, скажем, нужно для развития. У нас проблема как раз с банковским сектором очень сильно уменьшилась. Если смотреть, например, в сравнении с другими странами Балтии, то наша самая большая, скажем, проблема, скажем, два таких усиленных сектора, которые сейчас мы тормозим. И у нас был довольно большой сектор, как бы, туризм, который связан с авиаперевозкой. И вот авиаперевозки, как раз, очень сильно повлияли на нашу ситуацию, скажем, по поводу валового продукта. Да. Если авиация, как бы, в Литве и в Эстонии, это, скажем, не очень существенно, но для Латвии это довольно существенная часть экономики, потому и... Очень, да. Потому и, скажем, у нас, как бы, мы сейчас страдаем, как бы, побольше. Ну, и вот транзит. Вот транзит, это второе, которое у нас, как бы, пострадало. Финансовый сектор у нас уже второй год подряд в такой ситуации перестройки, и там тоже есть сильное падение. Вот этот Латвии, скажем, такие трудности в этих отраслях, но таких наших традиционных отраслях, которые были, ну, довольно у нас ситуация не так-то плохая. Да, вот вы упомянули вот авиацию, наверное, железную дорогу. Очень много споров по этому вопросу, особенно во время первой волны, когда правительство, ну, скажем так, щедро помогало и аэрболтик, вкладывая деньги, и латвийская железная дорога. Ну, может, меньше, чем, конечно, аэрболтик. Естественно, по этому поводу были споры, и если мы посмотрим там по удельному весу финансовой помощи, ну, не знаю, другим отраслям или даже населению, это несопоставимо вот с теми суммами, которые получал аэрболтик. С одной стороны, понятно, что важно эту отрасль держать на плаву, все-таки это, раз это национальная авиакомпания, нужно какие-то деньги вкладывать, но не перестарались ли мы вот с этим объемом помощи? Ну, это надо смотреть. Например, Германия в Уфганзу вложила 9 миллиардов. Ну, как кредит, по-моему. Ну, у нас там, как кредит, но поскольку там его всегда можно было переделать уже в капитал. Да. Как вы считали, но на Уфганзу немецкое государство никогда не, скажем так, не разрешили конкретировать. Там вариантов нет. Норвегия, с другой стороны, сказала, мы дали помощь, но больше помощи давать не будем. Вот пусть этот Норвегий-Жанейер, вот что будет, то будет. Я думаю, для Латвии AirBaltic мы не можем недоценить, скажем, насколько он важен для таких, ну, для ситуации и для распознавания Латвии как государства, у которых есть хороший бизнес. И я бы сказал, что насколько бы старалось, ну, как казалось бы, они, скажем, слишком много потратили, но если мы захотим потом создать что-то подобное, у нас мы должны будем потратить намного больше. Я бы сказал, что это было правильное решение, потому что, я говорю, создание бизнеса и сделать его большим, это намного сложнее, чем, скажем, казалось бы. И, скажем, это мультипликатор, который дает авиация, в принципе, он очень-очень большой, как Латвии, как государство. И, например, вот еще один такой момент, сейчас строится RailBaltic. RailBaltic, фактически, он построен насчет развития Рижского аэропорта. Он вот специально будет там, скажем, соединение... И вот это, мы не должны смотреть, вот, например, там, RailBaltic отдельно. Это как, можно, надо смотреть, как целую систему, систему, транзитную систему инфраструктуры, которая может очень, скажем, хорошо сыграть в будущем. Потому что мы должны запомнить, что RailBaltic, это не только пассажиры, это тоже и грузы. И тоже интересно, что, вот, например, RailBaltic не летел, а, скажем, в Эстонии и в Литве самолеты летали весной. Результатом очень много этих, как раз, авиационных перевозок по товарам переместилось в Эстонию и в Литву. Потому что наши самолеты, в принципе, не летали. Грузоперевозки авиатранспортом, очень большая часть груза, ну, не большая часть, но она очень такие дорогие вещи. Например, то, что мы покупаем в большинстве случаев по интернет-магазинам, она как раз перевозится авиатранспортом. Потому, если мы это не сделаем, то наша, скажем, возможность и торговли, электронной торговли в будущем тоже может пострадать. Потому что это, кажется, простой вопрос, но, в принципе, он очень непростой, сложный. Если мы говорим о бюджете на следующий год, точнее, о бюджетном пакете, очень много было, не знаю, споров, и не только в Сейме, по поводу тех налоговых изменений, которые были приняты. Есть целый ряд и политиков, экономистов, и предпринимателей, которые считали, что вообще в условиях пандемии, вообще мы не знаем, как ситуация дальше будет развиваться. Не нужно было делать такую мини, но все-таки налоговую реформу, что касается микропредприятий, вот этих социальных платежей для тех, кто занимается хозяйственной деятельностью, альтернативной налоговой системы и так далее. Как вы считаете? Я бы сказал так, что такое есть большое правило. Если есть кризис, то создавать, увеличивать неопределенность плохо. Скажем, во-первых, делать изменения, когда есть уже очень много других, скажем, неясностей. Еще одну неясность в систему вводить, это вообще-то, в принципе, неправильно. И с этой точки зрения я и смотрю на эту ситуацию, что в целом менять правила в такой ситуации не надо было. Это было неправильно. Но то, что мы эту, скажем, изменение должны были бы принять, тоже ясно. То, что, в принципе, это правильное решение, но оно не в правильное время, я бы так сказал. Мы могли бы спокойно, скажем, отложить это, например, на два года. В 2022-м, вот сейчас принять и сказать, у нас вступает в силу с 2022-го года, например. И у всех было бы время подготовиться, и его можно было бы принять, но с началом действия 2022-го или 2023-го года. И в такой ситуации, как сейчас, это было бы, по-моему, правильное решение, и тогда можно было бы еще его подработать, корректировать в это время. Я бы сказал так. Ну, еще, наверное, важно, чтобы вообще любые какие-то налоговые изменения были просты и понятны. Да, вот когда даже в теме было обсуждение, и многие говорили, юристы в том числе, что, знаете, ну, так вот намудрили с этими поправками, что вообще налогоплательщик вообще не разберется, и даже работодатели, как платить, какую сумму высчитывать. Ну, это, прежде всего, конечно, относится вот к авторским вознаграждениям, вообще к альтернативным формам хозяйственной деятельности. Я уже когда-то, не знаю, в каком-то интервью сказал, что самый хороший тест был бы для того, хорошие ли эти изменения или нет, если дать, не знаю, там, 10 минут или 15 минут депутатным сеймам самим попробовать рассчитать, сколько они должны заплатить налогом с конкретной суммой. Если они сумеют, то можно бы голосовать за, если не сумеют, то голосовать за нельзя. Боюсь, что ответ понятен, да. Потому что, скажем так, людям вообще, любому человеку не нравится то, что ему непонятно. Его, что трудно объяснить и трудно сделать. Автоматически мы говорим, непонятно, значит, плохо. Или, скажем, не понимаем, значит, мы не согласны. Вот с такой точки зрения простая налоговая система, это очень, скажем, большой, плюс. Но чтобы сделать просто, надо очень хорошо знать и понимать. Последний вопрос, не могу не спросить, все-таки вы и преподаватель. Как вам кажется, вот эта пандемия, можно ли сказать, что необратимо изменит вообще сам процесс обучения, ну, по крайней мере, в вузах? Что уже не будет такой классической схемы, как было до пандемии, только вот там на лекциях? Что действительно и в будущем, когда закончится этот коронавирус, что частично будет удаленное такое виртуальное обучение? Я думаю, что будут элементы отдаленного обучения, но все-таки, все-таки, что мы теряем в этой ситуации? Я бы сказал так. Мы теряем обучение друг от друга. Это очень большое, и работать вместе. Вот то, что вузы фактически дают, это дают, это работать в социуме. В социуме. И как сотрудничать с нашими партнерами, и особенно, скажем, в таких уже вузах, это учиться друг от друга. Это мы не можем недооценить, вот эту, как бы, эту, скажем, деменцию. Измерение такое, да. Измерение, которое мы не можем в онлайне фактически повторить. И второй, еще один такой аспект, что вообще в мире происходит в этой ситуации, у нас намного снизилась инновация. Что говорится? Потому что отдаленно сделать, работать насчет новых, уникальных продуктов, где нужно работать в группе, это ухудшилось. Угу. Ситуация пандемии. И вообще, скажем, research and development, который, ну, как бы, исследование и развитие, в точке зрения развития новых идей, новых продуктов, фактически в онлайне, вот пока еще мы не научились это делать. И в университетах это как раз вот та часть обучения, которых в онлайн фактически нельзя повторить. Вторую часть, нельзя повторить, например, работу в лаборатории. В университетах в большинстве случаев люди работают, и как раз самое интересное обучение происходит как раз в лабораториях, там, и физических, химии, а, скажем, в социальных науках это как раз работа в группах, тоже есть разные лаборатории. Вот это нельзя, как бы, дублировать в онлайн, пока, по крайней мере, пока. Вот это, я думаю, это социальная часть обучения будет то, что нельзя повторить, потому она будет продолжаться. Но часть гибридных может остаться. Спасибо большое. Вот так вот время еще у нас подошло к концу. Декан факультета бизнеса управления экономикой Латвийского университета Гундразберзжи был у нас в прямой связи и посредством Зума. Спасибо большое. Спасибо.